друзья всем привет с вами не всегда смешной грешащий диванной аналитикой но сука честный обзор гран-при формулы 1 самые слики что мы знаем о канаде там был великий гонщик вильнёв и второй великий гонщик вильнёв а еще там есть трасса формулы-1 имени правильно вильнёва и на этой трассе есть стена чемпионов и целых две стены роберта кубицы канада находится далеко от нас но найти ее не сложно на глобусе соединенных штатов америки она находится аккурат между двумя полушариями возможно именно из-за географического положения гонки в канаде проходят как-то через одно место там практически всегда аварии практически всегда пейскары частенько идет дождь и из-за этого случаются всякие нелепые ситуации на подиуме окажутся неожиданные люди и для некоторых победа в канаде становится единственной и неповторимой вспомним хотя бы того же кубицу и жанна лизи все эти факторы делают гонку в канаде немножко нервной но в этом сезоне учитывая как развиваются события она обещает быть просто истерически напряженный ведь события многих командах уже достигают своего пика есть из-за чего нервничать продолжит ли хэмильтон свою победную поступь сможет ли розберг доказать что это постов была лишь монахской ошибкой удастся ли рик ярда доказать что предыдущие два гран-при были одной большой ошибкой сможет ли показать ферстаппин что он как раз таки ошибкой не был продолжат ликвиад свое торпедирование соперников ну и в конце концов ferrari а вместе с ними и вильямс и привезут много новинок и может быть что-то наладится поэтому все в таком нервном предвкушении единственное конечно если победит опять кто-нибудь неожиданный например ботас а все лидеры и случайно столкнуться где-нибудь в боксах из-за красного сигнала светофора чу горишь не бывает такого дохрена ты знаешь о формуле один в канаде бывает все и по-всякому ввиду всего вышесказанного нет никакого смысла рассуждать о том кто каким приедет кто там чего завоюет и кто чего добьется потому что как всегда перебежит дорогу к анти канадская белка пойдет какой дождик или еще какая-нибудь детская неожиданность начнет крошить свой red bull об стену чемпионов поэтому давайте лучше поговорим об одном факторе который делает эту гонку еще более нервной как никогда рано в этом сезоне начались слухи о переходах пилотов я с самого начала сезона говорю что в следующем году многое будет по-другому многих мы уже не увидим за рулем болида формулы 1 а те кого увидим могут оказаться совсем в других командах начнем пожалуй с самого явного рио хорианта он не проплатил уже очередную сумму денег и скорее всего после 11 гонки а может быть и раньше покинет формула 1 на его место пока что единственный реальный претендент и это не может не радовать пастор мальдонатор ну сколько можно друзья даня квят уже устал выполнять его работу формуле 1 врезаться в соперников исключительно прерогатива пастора так что ждем с нетерпением ну а дальше куча слухов и всяческого бреда филиппа масса скорее всего покинет вильямс поговаривают о варианте с рено но сам масса намекнул на век и формулу е как мне кажется самое время потому что массу младшего в интернете можно увидеть гораздо чаще чем старшего дэрик ярда как мы помним малой масяня объехал в два счета так что дорогу молодым эта фраза уже относится к жене кнопки ну батон хороший пилот хороший человек но затянулся его кризис среднего возраста да и перспектив макларене скорее всего ближайшие годы пока что не будет так что макларен практически на сто процентов следующем сезоне алонсо вандорн а вот бата на каким-то боком прочь от вильямс на место массы куда батону вильямс туда же метит квят но есть ощущение что не столько сам квят туда метят сколько его туда сватают потому что даня говорит что сделает все сам надеется только на себя и даже психолог ему не нужен стоило бы да не пообщаться с романом горожаном который пару лет висел на доске позора формула-1 а сейчас вот метит на место в ferrari но кто туда только не метит рик ярда из-за обиды на своих механиков и всю свою команду пригрозился уйти в итальянскую конюшню перец тоже во сне видит сны про красные машинки все это конечно зашибись но кими райканин пока что ни сном ни духом что его там уже кто-то подсиживает хотя по физиономии кими сложно понять духом он или сном по-прежнему воду муть от mercedes непонятно кто из их пилотов останется на следующий год а может быть и никого это чисто моя догадка скорее всего тупая неправдивая забыли но есть еще одно сладенькое банановое местечко в команде рано палмер явно не потянул формулу-1 но по крайней мере пока и уже ходят слухи что и стеба на он заменит его уже прям чуть ли не в этом сезоне а местечко то действительно сладенькая а моторы вино становятся все сильнее от сезона к сезону ну и сама команда в этом году ездит практически на прошлогодних лотосах что они там готовят с новым регламентом никто не знает так что выстрелить вполне себе могут вот такая чехарда если говорить только о тех слухах которые имеются что там творится в куарах формула-1 не знает никто а если и знает то сука помалкивает и почесывает свою седую шевелюру вспоминая события которые происходили между гран-при монако и канадой у меня возник один небольшой вопросик тут как бы хэм в открытую тусит с бибером ладно чё темнить они чё заднеприводные если кто-то знает напишите в комментариях потому что как-то ситуация складывается весьма и весьма хотя после танцулик в клубе с бибером хэм потом тусил с телочками на яхте может быть это для отвода глаз а может быть хрен его знает но если в прошлом сезоне мне выходки хэмильтона и как-то еще нравились и казались яркими и необычными то здесь он зашел слишком далеко и через задний вход судя по всему ну еще один скандальчик и слух новостное агентство мм намерено подать в суд на оксану косаченко чё-то она им там не заплатила принципе для нее это не вновь знаете видимо фамилия в жизнь человека все-таки играет какую-то роль правда молчален ладно давайте остановимся а то от сликов стала попахивать желтой прессой не могу я не сказать пару слов о той трагедии которая произошла неделю назад луис салом мотогонщик разбился в каталунии да эта авария выглядела немного странной явно не смертельной для пилота чем пока что результатов нам никаких не сообщают фернандо алонсо будет оформлен шлем в честь соотечественника в канаде я лишь одно скажу мотогонщики настоящие мужики в отличие от формульного мира они не стали придумывать себе какие-то ватные коконы стеклянные шары и карбоновые подтяжки ну вы поняли о чем я все не могу свыкнуться с тем что следующем году формула 1 будет вот такой ну что ж ладушки сказать что-то толковое о гран-при канады практически невозможно ведь смещение по времени идет и свободные заезды еще только впереди поэтому будем довольствоваться тем что имеем надеюсь я занял немного вашего драгоценного времени подписывайтесь на канал самые слики ставьте лайки под видео увидимся после гонки и там информация уже будет надеюсь до фигище да и не забудьте посмотреть гонку индикара там все-таки мишка алешин едет и седой монтой все пока